В Напе продолжается экокатастрофа. Как ни странно, ни по одному из федеральных или местных каналов нету этой информации о том, что допустим на пляжах купание запрещено. Подробнее в сюжете. Добрый день дорогие друзья, меня зовут Юрий Азаровский, со мной сегодня мое семейство Данил и Даша. Даша мучает Данила, в общем веселимся как красиво. Так, мы находимся сегодня возле санатория Родник, здесь есть парковка, припарковались и идем на пляж. Покушать наугу здесь Пионерского проспекта и санатория Родника можно по таким ценам. С правой стороны инновационный комплекс Эра находится, с левой стороны вроде как тоже он, раньше допустим слева я помню, что был санаторий Десантник. Здесь с правой стороны за остановкой находится Элада 2, температура воздуха на Пионерском проспекте 28,4, это в тени, на солнышке показывает гораздо больше. Ну то есть прогноз по температуре не сбылся, погода вот такая, тучки ходят, находится юность, это МВД санаторий и напротив него пешеходный переход. Со стороны кристалла здесь такое прям очень красивое благоустройство, Газпром, значок видите стоит, такой фонарик сделан, есть велосипеды. На прокат можно взять, в общем красота, идем на море. Приехать в Анапу можно на 128-й, 114-й маршрутки, по-моему 110-й, если не ошибаюсь, и также уехать в Анапу отсюда же. Вот видите здесь, ребята гоняют прям, ну пипец, вроде уже ушли с пляжа, не знаю, можно же как-то одеться. Девушка шла вообще в купальнике, которого практически не было, это было там, где машину припарковали, то есть до пляжа как бы крайне далеко. Также есть самокаты, банкомат, есть экскурсионная точка, овощи, фрукты продают и вот он тот самый проход, с левой стороны мечта. А, то есть если мороженое тебе купили, ты вела себя хорошо, да? Да, мы ее прослежали, чай вы не говорили. Мы с тобой как договаривались, что ты ведешь себя хорошо, и мороженое мы тебе покупаем, да? Небольшое количество людей двигается сейчас здесь, а все именно потому, что время у нас сейчас 17, и все люди уже сходили на море, на обеде, там на процедурах, либо отдыхают в санаториях. По пути здесь раньше были ролеты, сейчас их все поубирали, здесь есть скамеечки. Даша хочет быстрее готов, пусть мы, а что ты хочешь, мы приготовили? Пиццу! Ага, мусорку установили и есть для раздельного сбора мусора, то есть ну прям проход немножко поменялся. Только Даша сказала про пиццу, посмотрите сколько тут всего. Здесь довольно-таки популярное место, как бар есть у мангала, сашвычок можно поесть. Но вот здесь как бы уже какой-то запах начал чувствовать даже я. Прошли уже все заборы и подходим к дюнам. С левой стороны мы можем увидеть, что есть товары курортного ассортимента, разнообразные крема, круги, детские игрушки. Здесь вход в антенант кристалл. Есть до берега моря такая вот дощечка, внимание, можно падать. А влево смотрите, санаторий юность провожили себя, вход на пляж лечебный. Здесь налево обходите и прокат шезлонгов туда. По федеральному закону у вас не имеют права не пускать через их территорию, потому что дорожка вас привела прямо, но вы не можете видеть, какими их благоустройствами пользоваться. Я просто с детьми не хочу разглагольствовать, говорится, и долго здесь торчать. Ну а так на самом деле это все именно в таком формате и работает. Здесь, видите, территория пустая, пляжи и море, к сожалению, мы сейчас нашли черное. Температура здесь 32,6 градуса. Здесь есть прокат шезлонгов, сапа, ребята, сгоют в аренду. И мы подходим к морю. Возле моря прям воняет. До на пол еще тучки сгущаются. Все из-за того, что здесь стоит черная жижа. А туда вправо, кстати, оно заканчивается, в принципе, но здесь можете увидеть полный пипец. Жесть. Мне всегда было интересно, что вот эта жижа, она не перемешивается с водой. И можете увидеть, что здесь как бы вот водичка, они как пятна эти стоят, как будто вот нефтяные. С левой стороны мы увидели загон с вами кристалла. Сейчас я вам покажу загон МВД-шного лагеря Юность. То есть это там вообще просто такой трэш организовали. Очень подростки так удивляли. Смотрите, здесь не хватает, по-моему, только колючей проволоки. То есть металлический забор. Стоят камеры видеонаблюдения. Тут интересно, нету датчиков перелазания забора, вдруг кто захочет на море выйти. Офигеть. Я вот когда впервые увидел его, прям удивился. Вот там сидят охранники, чтобы никто, наверное, не забегал на этот пляж. То есть люди приехали отдыхать. То есть, ну, МВД-шники наши, российские, они смотрят через клетку на море. Это, честно, такое море. Тут, наверное, надо стену строить, чтобы было им тут хорошо. Но для меня это было прям жуткое удивление, когда я впервые его увидел. Такого больше нигде у нас в Анапе нет. Это металлический забор с вышкой охранников и с камерами. Ну, отчего не охраняет людей, я не знаю. Вроде бы, блин, все должно быть нормально у нас в стране. Безопасность на высшем уровне. И смотрите, что здесь на пляже. Вот эта черная жижа. Здесь она прям вообще масштабы принимает ужасающие. Ну, люди вон идут сами, тащат детей. К большому сожалению, вот такое вот море. Возле берега 28,7 температура воздуха. Я когда снимал прошлое видео, зашел в такую фигню. У меня потом три дня воняли ноги. Я их ничем не мог отмыть. Это, на самом деле, прям вот этим же запахом. Ложишься спать, а тебе прет с сероводороном. Поэтому не ходите по этой жижи. Ну, давайте замерим. Так, великолепное место на Пионерском проспекте. С правой стороны пансионат Кристалл. С левой стороны санаторий Мечта. Имеется проход к морю. Красивый, в принципе. Можно добраться очень быстро до наших золотых пляжей. Как говорится, вы уже все видели. Если бы не одно но. Но здесь, в этом видео, надо подставить все точки над И. Потому что место именно загрязнения воды, оно локальное. Оно не на всем побережье Анапы. И должно быть обозначено четко, чтобы вы знали, куда стоит ехать на пляже, куда нет. Это у нас справа санаторий Кристалл. Море. Слева было санаторий Юность. То есть, вот это пляжи Джимате начинаются, где Джиматинский проезд. Здесь вы можете увидеть, что вода, в принципе, чистая. Но какое-то вот пятно, такое серое, все-таки двигается от того черного именно загрязнения моря. Теперь давайте сделаем пролет полностью над всем загрязнением. И посмотрим, где оно начинается и где заканчивается. То есть, здесь купаются люди, а именно от пляжа Юности идет как раз-таки загрязнение. Черный водой вот этими продуктами гниений. И вы можете увидеть, что даже за ними, кажется, вода внизу, когда ходишь, чистая. Но Орел ее довольно-таки далек. Хотя некоторые люди, можем видеть, что заходят и купаются в этой воде. Причем не только сами, но и тащат своих детей. Абсолютно пустые пляжи, потому что вонь повыгоняла абсолютно всех людей отсюда. Ну, некоторые, походу, не чувствуют. И на пляже все-таки находятся. Очень жалко, потому что места действительно шикарнейшие. И хотелось бы, чтобы они были еще и чистые. Мы пролетели над пляжем Ривьеры и летим в сторону пляжика Давиль. Видите, что люди купаются, переступают через вот эти вот загрязнения. Ну, это каждый выбор делает свой сам. И мы практически долетели до пляжа Давиль. И можно увидеть, что там тоже есть такие загрязнения. Локально, конечно, сейчас уже не полностью везде черная полоса. Но они все-таки присутствуют. Но какой красивый все-таки мы наблюдаем с вами цвет моря. Шикарные наши дюны. Второе, золотые, бесценные пляжи. И очень жалко, что довели до такого состояния, что черная вода стоит. И непонятно мне, почему никто не бьет тревогу. Почему все считают, что это, наверное, как-то нормально. Видишь, какой-то белый такой получается. Выступает, даже не знаю, как это правильно назвать. Но вот соли, наверное, проступают на ней. И вот такой вот неприглядный вид с ужасным запахом нашего любимого моря. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее это все исчезло. Но исчезло куда? Будет, допустим, шторм. Это все унесет в море. Просто, говорится, размоет везде. Жалко, что они убирали, когда они прибиты были сразу же. Не успели. Дождались, когда все это начало гнисти. И превратилось вот в эту вонючую жижу. Непонятно мне, конечно, почему люди лезут в нее купаться. Все-таки хорошо, что у многих преобладает чувство самосохранения. И они выбрали совершенно другие пляжи. Здесь же мы долетаем обратно до того места, где как раз-таки заканчивается эта черная жижа. Но все равно вода мутная, вода грязная. Еще на протяжении метров 100 примерно. За пирс туда еще до пляжика Золотых Песков. А дальше уже пошло хорошее море. Такой шикарный пролет под пирсом. Поднимаемся вверх и повторяем. Как говорится, вы видите, где заканчивается этот орел и где начинается. То есть на эти пляжи не советую вам приходить, чтобы здесь купаться. Ну, просто от души советую. Я бы, честно, не стал. Видно, что люди все-таки закончились черной водой, купаются. И не знают о том, что через 100 метров вперед было бы вообще кристальное чистое море без запаха. Потому что и здесь этот запах присутствует, к большому сожалению. Но будем надеяться, что все у них будет хорошо, как говорится. И они ничем не заболеют, ничего не подцепят от такой водички. А то получится как бы не оздоровление в санаториях города-курорт Анапа. А с точностью, да, наоборот. Здесь, видите, учат на сапе кататься ребенка. Ну, так лучше ходить по воде, чем купаться сейчас в ней. Ну, и давайте небольшой пролет над нашими любимыми золотыми песками совершим. Потому что это тоже очень красиво. Можно как будто дотронуться рукой до них. Зелень, желтый песочек. Какая красота, друзья мои. В общем, любимые места. Очень жалко, что сейчас они в таком плачевном состоянии. По мусору на пляжах чисто. Ничего не валяется. Это хотя бы нас очень сильно радует. И посмотрите, какая все-таки у нас растительность. Представляете, сколько сил надо, чтобы вырасти на песке. Вот здесь стою, и само море тоже воняет. То есть, ну, перемешивается все. И вот на вид вроде черная закончилась, но вода здесь все равно является зараженной. Поэтому не рискуйте. Ну, по крайней мере, отходите подачу. Вот за пирсом там уже даже видно голубые такие просветы водички этой. Итак, температура воды 20. Да, ну, не может быть. 27,2. Вот это да. Нет, друзья, я зашел глубже. То есть, все равно 27,1. То есть, вода кипяток стала. Вот видите, мама с ребенком уходили туда дальше за пирс. Подписчица только что встретила. Говорю, а что вы здесь купаетесь, ребята? Говорю, ну, нам тут удобно. Ну, смотрите, не траванитесь. Потому что ротовирус, говорится, не спит. Вода с гниющими субстанциями. Это, конечно, нехорошо. В общем, друзья, отходите просто подальше. Чистых пляжей в Анапе очень много. Всем хорошего отдыха. Море кипяток. Вот вам, пожалуйста. Пришел южный ветер, солнышко. И все хорошо. Единственное, что натягивает тучи. Непонятно, какая будет погода. Поднялись на дюны. Посмотрите, какая красота вокруг. Если бы не этот запах, не этот черный берег, это вообще лучшее место. Наш юг.